Меня зовут Таучелова Алла, я занимаюсь остинской музыкой и я открыла студию по обучению игре над Аллафандре для взрослых и детей бесплатно. Я родилась и жила в Нальчике и очень скучала по своей родине. После как мы переехали во Владикавказ, меня родители отдали на национальную гармошку и я часто выступала с оркестром Wadens, они играли над Аллафандерами. И решила для себя, что я тоже буду обучаться на этом инструменте, но, к сожалению, у меня с первого раза не получилось и мне посоветовали дальше продолжать играть на гармошке. Через год я вновь услышала про курсы Аллафандера в Амране и решила, что попробую второй раз. Ну, на второй раз, как видите, у меня получилось. Идея открыть свою студию была давно, заключалась она в том, чтобы обучать малоимущих детей, но я ее не могла реализовать, так как мне не выделяли помещение. И только после того, как я подошла к Сармату Гигалаеву и Суслану Дидарову, рассказала им про свою идею, они помогли мне с помещением. И вот два месяца мы занимаемся уже в этом помещении. На данный момент я обучаю 25 человек и со всеми занимаюсь индивидуально, так как у меня только один инструмент, это мой личный. Я бы хотела открыть групповые занятия, но так как у нас не хватает инструментов, мы занимаемся со всеми индивидуально. Я вижу, как востребованы люди, которые играют на национальных инструментах. Нас часто зовут на различные мероприятия, то есть у меня есть ученики, которые уже выступают на различных концертах и могут даже заменять меня. Хотелось бы поблагодарить Казбека Цуапанова и Алана Цзубоева, которые помогают нам с поездками и с подарками. Но в то же время у меня очень много проблем в студии, и одна из них – у нас нет арфы. И я бы очень хотела обучать моих детишек на арфе, но у нас нет инструмента. Я написала письмо в правительство, через две недели поступил звонок с Министерства культуры. Они обещали мне помочь, но до сих пор все без изменений, то есть по-прежнему у нас нет инструментов, и нам его никто не приобрел. Я очень люблю свою родину и свою культуру, и я думаю, что мы должны передавать навыки игры на национальных инструментах из поколения в поколение, так как в нашей республике очень мало людей, играющих на далафандрах и на арфе. Я думаю, что мы должны передавать эти навыки нашим детям для того, чтобы они владели этими инструментами. Вот как в мелодии, да? Моя мечта – открыть свой собственный оркестр, в котором будут только остинские инструменты, не только те, которые используются сейчас, но и те, которые были давно забыты. В будущем мне бы хотелось проводить концерты в детских домах и домах престарелых, так как они больше всех нуждаются в таких концертах и больше всех радуются нам. Дорогие друзья, слушайте остинскую музыку, посещайте концерты, и самое главное, не называйте национальный инструмент далафандр балалайкой.